Я не думаю, что это был близкий бой. Да, первый раунд Тони забрал, но далее это было просто как будто бы избиение. Я не знаю, что произошло за 4 месяца, что от парня, который чуть не финишировал Челлера, Тони превратился в медленного и неповоротливого старика. Трилогия между Головкиным и Канелло пройдет совсем скоро. Да, если вы хотите подкрепить интерес при просмотре, вы можете воспользоваться помощью наших друзей из One X. Не забывайте, что помимо ММА у нашего партнера есть куча других событий. Дота, КС и в общем киберспорт. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии с нашим промокодом и выигрывайте с One X уже сегодня. Итак, это первый бой на моей памяти за последние лет 6-7, когда Ней Диас не был в крови в поединке. Если бы мне кто-то сказал, что это будет именно в бою с Тони, я бы никогда не поверил, но такова реальность. Так что же произошло в бою и почему сценарий встречи провернулся таким образом? С первых секунд можно было увидеть, насколько же медленно бойцы начали поединок на фоне прошлой встречи Хамзата и Холланда. Тут есть два объяснения. Первое, все-таки они оба знамениты тем, что медленно стартуют. А второе, это то, что они сами по себе достаточно стары. Ней Диас сделал действие, которое сыграло роль на дальнейший поединок, а точнее чекнул лоу-кик Тони и открыл тем самым сечку на ноге Фергюсона. Первый раунд был близким, но последующие, как по мне, были 100% за стоктанцем. Моя теория, о которой я говорю на протяжении всего времени существования канала, что хороший боксер всегда будет бить хорошего тайбоксера или кикбоксера, в этом поединке сработало идеально. Не сказать, что Тони является классическим представителем данного стиля, но его бой всегда строился на венчуне, вкупе с элементами тайского бокса. Из-за этого с первых секунд встречи Фергюсон атаковал лоу-киками, и лишь за эти удары его можно похвалить, так как на гайде Азареально очень сильно опухло к концу поединка. Но в целом описать что-то еще положительное в игре Тони просто невозможно, потому что он постоянно съедал двойки Нейта, был максимально неповоротлив и всегда зачем-то поворачивался спиной к Диазу. Как? В какой вообще вселенной лицо Нейта могло не заплывать кровью в бою с Фергюсоном? Это уму непостижимо! Переход в полусредний вес реально негативно сказался на Тони, так как он потерял свое главное преимущество в боях. Это скорость и резкость. Здесь он был похож на крупного кабанчика, но силы от этого к сожалению не прибавилось. И просто дикостью и осознанием того, что Фергюсону надо завершать карьеру стало то, что после пропущенных ударов в стойке, он прыгнул в ноги и был задушен в партере. Причем он постучал от гильотины, хотя ранее даже от армбара или болевого на ногу не стучал. В этом моменте у меня просто полетели флешбеки, как Фергюсон сам всю карьеру выигрывал бы и таким образом. А сейчас можно сказать, кузнеца заточили его же мечом. Это 3-1 по раунду в пользу Нейта, и даже если бы не финиш, Стоктонец добыл бы легкую победу. Почему в целом так произошло? Да у меня даже нет объяснения. Вероятнее всего, все-таки после таких нокаутов, как от Челлера, просто не возвращаются. К тому же, в полусреднем весе Тони выглядел реально толсто. Не сказать, что Диас был максимально быстрый резок, но точно выглядел лучше, чем Фергюсон. На самом деле, я думаю, что теперь для всех понятно одно. Тони, нужно завершать карьеру, и желательно это сделать в самом резком порядке. Он вновь сказал в интервью, что еще вернется. Но мужик, 5 поражений подряд. Причем последнее поражение было далеко не от пикого оппонента, а такого же старого ветерана, который, судя по форме, даже не готовился к бою. Просто представьте, что бы с ним сделать Джин Лианг. Из-за этого я отказывался выкладывать разбор, потому что знал, что так и будет. Китайцы бы вурубил Тони, и наши сердца были бы разбиты. Кстати, Ли засудили в сегодняшнем бою. Поражение от Нейта не столь душераздирающее, так как Фергюсон наконец-то подрался с кем-то именитом, а не восходящим проспектом. Но anyway, он этот бой проиграл. Я даже не знаю, какой матчап Тони может выиграть. Мне кажется, что поединок против даже какого-нибудь Клейг, Уид или Джума Миллера будет не лучшим решением для Фергюсона, так как у них неплохой партер. Не знаю, может в UFC захотят дать Тони Коннора, чтобы тот 100% вернулся с победой. Но в таком поединке не будет никакой интриги. Даже каждый день бухающий МакГрегор вполне может перетыкать по очкам или нокаутировать столь медленного Фергюсона. Мне даже больно об этом всем говорить. В течение трех лет каждый разбор после поединка Тони это в стиле. Это в стиле. Блин, больно на это смотреть. Мне уже надоело это говорить, если честно. Надеюсь, что Тони Фергюсон повесит перчатки на гвоздь и будет заниматься тренерской деятельностью. Что до Нейта, он выглядел естественно в разы лучше, чем Тони. Но я думаю, что это скорее Фергюсон был слишком плох, чем Диас как-то хорош. Безусловно, у Нейта еще есть порох и какой-нибудь третий бой с Коннором МакГрегором имеет смысл. Но тот же Чимаев вероятнее всего просто размазал бы Нейта. Нейт Диас, несмотря ни на что, является легендой этого спорта. Это уже третий чемпион UFC в копилке побед Диаса. И даже без понятия, что его ждет дальше. Самый логичный и правильный вариант это третий бой с Коннором. Но Нейт вроде как хотел уйти из UFC и подраться в боксе. Кто знает, может Диасу предложат эксклюзивный контракт, чтобы он все-таки подрался с Коннором. Но даже не знаю. Во всяком случае, турнир вышел, мягко говоря, странным. Я не знаю, плохо это или хорошо. Во всяком случае, в медиаполе он будет еще долго. А остальное уже история. Что до Хамзета Чимаева, думаю, что его чемпионство это лишь вопрос времени. Посмотрим, что будет дальше. Скоро на канале выйдут ролики, посвященные самым крупным апсетам и ЖСП. Ожидайте. И наконец-то, блин, монтажеры, напишите мне уже в Телеграм. Мы будем делать вещи, обещаю. Главное, чтобы вы подходили по параметрам. Об остальном договоримся. Продолжение следует...